привет ребят у нас сегодня выход на рябчика в южную тайгу вот сзади нас уже начинается границы и и мы с олежкой сейчас проведем экспресс обучение работе манкам в данном случае олега манок один на рябчика как манить потому что олежка ты вообще до первый раз вот это прям классика жанра первый раз на рябчика сейчас будем ходить пробовать пищать для начала сейчас просто потренируемся как его манить значит у меня манки чемпион старой версии вот они толстенький самочка это ближний это дальний поиск самец манки работают они у меня уже наверное ну седьмой год работают они без проблем даже сейчас рябчиком они нравятся они не настолько вот прям идеальные по тональности по чистоте и я считаю что это во многом даже лучше чем когда у тебя прям идеальный писк потому что если вы послушаете рябчики сами идеально одинаково голосов у них нет так же как и у людей поэтому и здесь когда вот рябчик особенно близко и манок прям у тебя вот идеально прям по тональности по всему это даже может птицу чем-то насторожить поэтому я считаю что где-то даже небольшая фальшь она допустима где-то какие-то вот диссонансы в этом плане я даже было слышал вообще какого-то сиплого рябчика то есть это прям буквально наверное горлышко у бедняжки простудилась вот олег у тебя что за монок расскажи меня монок артура архиники артура ла ниди я такого не слышал вот есть какой-то зашел в охотничий магазин посоветовали нержавейки как грец 1 у него вот здесь вот есть такое отверстие как типа удутки вот отсюда воздух выходит а это ты зажимаешь у тебя получается самочка то есть еще надо контролировать этот выдув убираем и самец значит касаемо манков вот всяких таких из металла они жутко подвержены конденсату и избавиться от него намного сложнее чем вот от этих эти тоже любой манок у него будет конденсат но в случае вот с этими манками ты просто переворачиваешь выдуман вниз и у тебя все это выдувается случае вот с этим не знаю так теперь значит с манками разобрались с их конфигурации теперь идем далее значит самку ты понял зажимаешь да и делаешь видишь тебе нужно контролировать уровень звука то есть тебе не вот слишком сильно он засирается как бы до получается в то есть у тебя ближняя самочка такая ну в тихом лесу до значит в конце вот этот рощерк самки его можно вообще не делать то есть вообще без разницы что ты сделаешь в конце можно вот просто все слишком долго тоже не надо они бывают вообще вот так вот все то есть разный голос у разных самок какая-то помоложе какая-то погрубее вот у меня что еще в этих манках интересно вот так выдвигаешь и меняется тональность чуть-чуть выдвинул и уже такая более матерая самка задвинул до конца молодая самочка то же самое касаемо манков на самца то есть чуть-чуть выдвинул задвинул точнее даже вот так вот наверное такой более матерый петушок а это молоденький то есть понимаешь здесь можно и тональность менять и звук они прощают ошибки вот еще что значит это касаемо самки давай еще раз самкой тебе надо просто нежнее дуть нет ты начинаешь и опускаешь не а вот 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 очень похоже это все интересно но самое интересное это самец значит самцом ты делаешь следующие звуки 7 7 5 тире вов 7 7 5 тире вов получается вот так вот можно сделать так 7 7 тире все тоже будет равноценно для начала нет тут 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 да только между первым коленом и вторым старайся не делать паузы разрыва они должны идти вот равномерно друг за другом без паузы да можно не растягивать то есть смотри можно короче да да это очень похоже и у тебя кстати вот вот этот вот у меня он поисковый то есть он на дальнее расстояние расстояние а вот этот поменьше который он вот когда рядом уже то есть он вот в конце более взрослый петушок самец он делает росчерк ты туда 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 и пошел пулемет но это вот это нормально олешка это вообще поэтому без росчерка в к тому же когда еще выводки там это конец августа сентябрь вот я вообще удивительно потому что вот тут крайний фильм но это вот уже середина сентября ближе к концу сентября они еще выводками сидят хотя уже должны делить территории по одиночке и вот тогда матерым петушком особо не нужно делать этот росчерк потому что они они боятся когда еще молодые самцы они взрослого побаиваются туда не старается не подлетать и вот в основном конечно реагируют больше на сам на самку да на самочку они больше будут реагировать уже в более позднюю осень это конец октября начало ноября когда они уже формируют пары и тогда действительно они когда ищут пару они будут на самку прямо лететь очень активно вот вот сейчас в этот период они начали делить территории то есть это примерно 50 на 50 они ведут оседлый образ жизни далеко они никогда не улетают и даже зимой в зависимости от кормовой базы когда ягода сменяется уже отходит но сейчас у нас полно брусники клюквы поэтому к кормовой вода все есть но более позднее время осени они уже как сказать это всякие там почечки сережки березняка вот ольховничек вот такого плана бывает вот чистишь а там забу прям березовые серьги вот сейчас в принципе можно и самцом и самкой но вот сейчас они начали делить территории их контролировать то есть в зависимости от того насколько самец крепкий сильный превосходящий там другого он будет держать большую эту территорию контролировать ее в то же время это больше шансов что он образует крепкую хорошую пару самочки избирают более сильных для продолжения потомства более слабые петушки в принципе и добываются ну вот так вот устроена природой выживает сильнейший вот не хочу сказать что мы там охотники как-то на это влияем в плане регулирования нет конечно бывает что и матерый петушок в зависимости от того как ты наманишь подлетит но это настолько низкий по проценту вот когда ты изымаешь дичь из природы это настолько маленький процент потому что плодятся они довольно сильно хотя вот как сказать я стараюсь уже там в ноябре вот когда холодно уже стараюсь не охотиться потому что ну жалко они и так не все зиму ваши мы 궁ruще в блюде очень мы и нас и Careful и пишем как marc 숙 area вот ты там добыл самку ничего в этом ребята страшного нет вот очень хорошо желательно если уж ты добыл сам кто и добываешь самца и тогда у тебя ну вот я говорю это место займут другая молодая пара ничего в этом страшного нет конечно там этика понятно но с точки зрения во первых правил охоты ты их не нарушил да и с точки зрения природы но это носит такой характер потому что у них нету вот нет такого дисбаланса самцов и самок то есть на каждого самца найдется самочка вот хотя считается опять же это не доказано что и я не орнитолог да что самок меньше но это как бы в тетеревины и до считается что дать эти у тетеревиных вот так вот хотя это это абсолютно не доказано и может быть даже голословно самец крайне у тебя должны быть не затяжные а еще раз короче ну вот мы можем сделать намного проще зачем тебе приноравливаться если я тебе могу выделить вот этот у меня абсолютно три не нужно я буду самкой а ты самцом а потому что тридцать на этом потому что самка это каждый дурак сможет а вот самцом попробуй на держи это поисковый как раз таки он настроен сейчас ну легче-легче гораздо легче ты делаешь все на одном уровне это неправильно тут 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 какие-то птички начинают подражать вот постоянно вот это вот птички начинают подражать причем белки дятлы куницы это все твое они обязательно прилетят да да уже уже близко уже близко самка ну вот сложно сложно им о чем я тебе говорю что вот эти манки в натяг да да тяжеловато поэтому все-таки рекомендую чемпион сейчас они новые уже вышли там 2022 года не знаю я я у алексей заказал вот не реклама ребят сейчас вот начнется я просто ими пользуюсь игру уже там восьмой год вот этими старыми манками и как вы видите пожалуйста ссылочку в описании на крайний фильм да и вообще фильмы про охоту на рябчика с этими манками оставляю посмотрите то есть это работает причем очень много там ходит вот они там фальшивит еще раз вам скажу когда идеально прямо отстроенный прямо вот манок прям в тональности это даже может сыграть обратный результат по моим просто наблюдением и как бы опыту охоты хотя я не скажу опытный репчатник там ребята с вологочина они намного более опытные они об этом тоже говорят и и вот сейчас новая серия у них я не пробовал ничего за них сказать не могу не успели они мне прийти вот до нашего выезда до экспедиции поэтому я как придут но уже там в октябре ну может вместе он съездим там куда-нибудь ко мне ближе ну давай еще раз для закрепления и выдвигаемся тут 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 во очень хорошо если ты будешь где-то идти я тебя не буду видеть я подумаю что это рябчик ну давай так я буду самочкой иногда самцом а ты только самцом как раз и потренируемся ребят все выдвигаемся на охоту время 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 у нас уже 11 хотя в принципе сейчас не имеет смысла особо ну выходите знаете как когда вот только-только начинается охота на рябчика там конец августа сентябрь выходить рано с утра там кто-то в пять в шесть утра сейчас можно и среди дня их наманить и даже я бы сказал что в такую рваную погоду вот с утра у нас было прекрасное солнечное небо но очень сильный ветер при сильном ветре при сильном ветре вы все равно наманите рябчика только вопрос услышать ли вы его то есть он под он да он да может даже подлететь он вам одно услышите ли вы ответы подлет вот это вопрос большой сейчас ветер порывами идет и погода меняется я не думаю что мы сегодня что-то на охоте но хотя бы возможно он нам ответит что-то опять же по моим по моему скромному мнению в важнее не как ты манком работаешь это тоже важно чтобы ты не фальшивил особенно когда уже он близко вот еще нюанс олег пока я еще не забыл тебе сказать вот когда он уже близко не фальшивил то есть он на грани восприятия вот вот этим выдувом переворачиваешь вниз и потише выдуваешь так чтобы все таки вот этой фальши а ты все равно фальшивишь ты не птица вот и потом у них диапазон вот диапазон сам на звука я подозреваю что он даже выходит за наше восприятие то есть он на грани восприятия высоких частот дальше возможно у них есть еще какие-то частоты которых мы уже просто не воспринимаем и вот здесь как раз таки это фальши может сыграть то есть вот он на границе нашего восприятия этот диапазон высоких частот они очень высокочастотные собаки начинают выйти от такого звука кошки под диван залезают вот собственно вот такая вот водная все остальное это только практика причем чем чаще тем лучше вот ребят так что вот такое поэтому я считаю что даже не вот качество исполнения манение да если так можно выразиться важнее а ваш более важнее это погода именно погодные условия давление ветер там пасмурный дождь и так далее вот больше на них влияет именно погодные условия ну тем не менее будем пробовать мы никуда не спешим поэтому собираемся выдвигаемся в тайгу и пошли сейчас будем что-нибудь это смотреть где чего ну пройдем сперва вот по этой вот лесной дороге дальше если услышим ответ будем заглубляться